О законности и незаконности массовых мероприятий, реакции на угрозы в мессенджерах и родительской ответственности прямо сейчас в студии программы «Де Факто» поговорим с начальником отдела по надзору за исполнением законодательства и законностью правовых актов прокуратуры Гомельской области Александром Змушко. Александр Петрович, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Для начала давайте посмотрим фрагмент, который попал в объективы нашей съемочной группы, когда мы были на одном из митингов в областном центре. За Беларусь! За Беларусь! За Беларусь! Мы один народ! 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 Требуем разойти, повторяю, уважаемые граждане, своими действиями, не нарушаясь действиями в законной республике Беларусь, все массовых мероприятий. Вот, как видите, информационная группа сообщала, что эти собрания не санкционированы, то есть в исполнительных органах власти никто разрешения на проведение подобных шествий не получал. Как сегодня закон Республики Беларусь трактует свободу на собрании и проведение протестных акций? Я хочу начать с того, что то, что говорит сотрудник милиции в данном сюжете, оно абсолютно правильно, оно абсолютно соответствует требованиям, которые в настоящее время законодательство предъявляет к массовым мероприятиям. Законодательство о массовых мероприятиях, о свободе массовых мероприятий, оно у нас и право на их проведение. Если эти массовые мероприятия не нарушают права других граждан или общественный порядок, оно гарантируется государству. Эти положения закреплены в Конституции Республики Беларусь и в законе о массовых мероприятиях. Я хочу сразу сказать, что закон о массовых мероприятиях, он устанавливает ряд ограничений и запретов на организацию и на сам непосредственный порядок проведения. В частности, вот до получения этого разрешения организатор массовых мероприятий не имеет права каким-то образом призывать людей прийти на это мероприятие. То есть то, что мы видим в последнее время, это телеграм-канал, вайбере, ну, посредством интернет-ресурсов. Только получив разрешение, он может, скажем так, указывать там в средствах массовой информации, посредством интернет-каналов, о том, что такого-то числа, ну, с такой-то целью будет проводиться массовое мероприятие. Любое массовое мероприятие может проводиться с 8 часов до 22. Есть определенные ограничения по месту проведения этих мероприятий. Так, например, указанные мероприятия не могут проводиться на расстоянии менее 50 метров от зданий органов государственного управления, зданий судов, зданий прокуратуры, зданий, в которых находятся организации, которые обеспечивают жизнедеятельность. К их числу относятся в том числе и школы, и дошкольные учреждения. Не менее 100 метров от учреждения здравоохранения. Интересно будет то, что не менее 200 метров от зданий, где находятся организации, на которых возложена функция редакции средств массовой информации. То есть от нас с вами в настоящий момент. Продолжение следует... Собственно говоря, вот если эти условия соблюдены, то массовое мероприятие является санкционированным, то есть законами разрешенным. Как могут быть расценены действия протестующих, которые, ну вот скажем так, организаторы которых не получили разрешение в органах исполнительной власти? В любом случае, если разрешение такое не получено, это считается проведением мероприятия с нарушением установленного порядка. Что мы видим вот в нашей двухнедельной, трехнедельной повседневной дальности? Оно влечет за собой административную ответственность на участников до 30 базовых величин или административный арест. И соответственно на организаторов может быть наложено административное взыскание также в виде ареста и наказание до 40 базовых величин. В случае же, если в ходе указанных массовых мероприятий лицам причиняется телесное повреждение, либо эти действия сопровождаются повреждением имущества, наступает уголовная ответственность. Я хочу сказать, что в любом кодексе, или в кодексе любой страны существуют так называемые мертвые статьи. То есть это статьи, которые практически не применяются или применяются крайне редко. Явно они есть у нас. Во всяком случае, я как практикующий юрист знал о их существовании, знал, что там прописано, но по сути дела сталкиваться не приходилось. К сожалению, пришло время, что эти статьи задействованы. Поэтому, если агрессивное поведение группы людей в ходе этих массовых мероприятий, оно перерастает в открытое противостояние с правоохранителями, сопровождается погромами, поджогами, то эти действия могут квалифицироваться как массовые беспорядки. И соответственно, санкция статьи предусматривает уже наказание до 8 лет лишения свободы. Абсолютно разные люди сегодня выходят как на акции протеста, так и на митинги за страну в поддержку действующей власти. Люди разной возрастной категории выражают свою позицию, например, в акциях несогласных много молодежи, часть из которой нет и 18. Давайте посмотрим на то, кто берется возглавлять протестное шествие в Гомеле. Информация предоставлена компетентными органами. Говорят, толпа безлика. Но если изучить биографию тех, кто порой возглавляет шествие активных людей, может открыться полезная для размышлений информация. Знакомьтесь, фронтмен протестующих. На одном из маршей в Гомеле человек шел с бело-красно-белым флагом, размахивая им из стороны в сторону. Дмитрий Горелько, 1982 года рождения. Официально безработный, неофициально дальнобойщик, работающий на польскую транспортную компанию. Почти 60 раз привлекался к ответственности за различные виды правонарушений. 22 мая 2015 года совершил кражу из продовольственного магазина. Из ячейки камеры хранения похитил фотоаппарат, телефон и продукты питания. На акцию протеста пришел с признаками алкогольного опьянения. А это еще один участник акции, идущий в первых рядах. Артем Слесаренко, 1995 года рождения. Гомельчанин. Не работает и не учится. В 2013 из хулиганских побуждений повредил автомобиль на проспекте Ленина. В 2014 по предварительному сговору похитил из квартиры на улице Чечерской фотоаппарат, ноутбук и другое имущество. Среди протестующих можно увидеть и жителя города Добруша со своим обширным списком правонарушений. Дмитрий Корнеев не работает, не учится. В 2010 году проник в дом деревни Борщевка и похитил оттуда продукты питания. В 2013 неправомерно завладел чужой банковской картой, с которой снял крупную сумму денег – два года лишения свободы. После этого в деревне Залипье Добрушского района похитил 700 тысяч нединаминированных белорусских рублей. В 2016 и 2017 годах копилка его правонарушений пополнилась кражей велосипеда, хищением планшета из автомобиля, кражей автомагнитолы и кошелька владельца транспортного средства. В совокупности сроки наказаний, назначенные в ходе судебных процессов, составили 6 лет и 5 месяцев лишения свободы. Ну вот такая картина. Конечно же, список можно было бы продолжать, там были еще определенные личности. Конечно же, это абсолютно не значит, что люди с криминальным прошлым не могут выражать свою гражданскую позицию. Они имеют возможность присоединиться к альтернативной точке зрения. Но все-таки сведения о их биографии, мне кажется, это факт, который о чем-то, но говорит. Что вы думаете на этот счет? Вы знаете, я думаю, что не только я, вы и многие другие слышали расхожую фразу, которую приписывает устам Отто фон Бисмарка. О том, что революции готовят гении, делают их романтики, а пользуются результатами отъявленной проходимцы. Мне сложно сказать о том, и убежденно сказать, является то, что вот мы видим за нашими окнами революции, но определенно какие-то признаки революционности в этом есть. Так вот, если мы с вами попробуем применить выражение Бисмарка к нашей этой ситуации, я вижу ряд несустыковок. Первое заключается в том, что я абсолютно сомневаюсь в гениальности тех, кто наши эти события, кто задумал их, кто их готовил. Что касается второго, то у нас почему-то отъявленные проходимцы, которые должны были дожидаться результатов и пользоваться плодами революции, они, наверное, не дождались. Они решили переместиться и непосредственно в действии поучаствовать. И, к сожалению, вот что мы здесь видим, что порою романтики идут за проходимцами, а не наоборот. Любая общественная массовая акция всегда служит инструментом для выражения каких-либо позиций, идей или убеждений. В случае с протестным движением, конечно, есть люди, которые выходят на улицу по сердцу, бескорыстно, но некоторые несогласные присоединились к протестам в силу сугубо личных интересов. И складывается впечатление, что им все равно, что скандировать. Есть еще один известный видеофрагмент. Мужчина из Минска призывался на эти акции протеста. И давайте посмотрим, каков был способ таких призывов. Ко мне подошел человек лет 35-ти с рыжей бородой, рыжий сам, у него флаг был завернут, бело-красно-белый. Не знаю, там еще какие-то были люди сзади, с ним они были, нет, то есть начал собираться уже масса. Мы разговорились, то есть вот я ему рассказал, что освободился туда-сюда. Он говорит, вот тебе надо как-то адаптироваться в новое общество, тебе надо помощь. Он говорит, человек 10-12 может соберешь, ну, чтобы приезжали сюда на площадь. Я говорю, так они приедут, они же просто так, говорю, ну не поедут. Он говорит, я вот тебе 60 рублей дам. Естественно, я ему говорю, ну да, соберу, я буду заинтересован, потому что, ну, как бы, ну, деньги нужны. Узнав только, что я освободился вчера, вот тебе 60 рублей, вот тебе толпа, бери-набирай, вот тебе будет водка, вот тебе будет все. Кажется, акции протестомерные, но люди, руководители, даже депутаты получают угрозы в телеграм-каналах, в мессенджерах. Как с точки зрения закона могут быть расценены подобные действия в социальных сетях? Ну, я сначала обращусь к сюжету. Хочу сказать, да, что сейчас, наверное, большинство людей у нас волнует рост курса доллара, чем, может быть, политические события. Каждый волен выбирать себе, как он будет зарабатывать. Но, опять же, возвратимся к закону о массовых мероприятиях. Закон прямо устанавливает запрет на привлечение к участию в массовых мероприятиях граждан за вознаграждение. Административная ответственность предусмотрена как за передачу денег, так и за, собственно говоря, и получение. Что касается угроз, я могу сказать, что еще далеко до 9 августа, то есть примерно за месяц, уже осуществлялись попытки информационного воздействия, оказания информационного воздействия на членов избирательных комиссий, на граждан, представителей органов власти, которые тем или иным образом участвовали в организации или проведении избирательной кампании. Я приведу пример. Вы выходите утром из подъезда, на подъезде листовка. Листовка, ну, я бы ее расценил или сравнил бы с теми листовками, которые расклеивали подпольщики в оккупированном фашистами Минске. От руки корявым почерком. Текст не приведу дословно, но скажу. Уважаемые жильцы, в вашем подъезде проживает Иванов Иван Иванович, который является председателем участковой избирательной комиссии такого-то участка. Предлагаем вам, вместо того, чтобы каждое утро говорить ему «Здравствуйте», вы должны его предупреждать об уволовной ответственности за фальсификацию выборов. Подпись «Свободная Беларусь». Ну, это явное нагнетание обстановки. Следующая ситуация. Канал «Одноклассники». Личная папка директора школы или заместителя директора школы. Она выкладывает свою фотографию, на которой ей вручают грамоту и дарит цветы на каком-то мероприятии. И сразу 10 строчек снизу, такая рассекая оскорбительного содержания. По всем указанным фактам проводится сейчас органами внутренних дел проверка с целью рассмотрения вопроса о привлечении пока не установленных лиц к ответственности за оскорбление или за клевету. Так вот, я хочу сказать, что вот эти названные мною примеры или указанные мною примеры, это можно расценить как безобидная шалость или какие-то проделки по сравнению с тем, что происходит у нас сейчас. Действительно, как вы говорите, массово поступают и сыплются в адрес, опять же, как я говорю, что лиц, которые имели какое-то отношение к проведению избирательной кампании, в отношении членов их семей. Правильно вы сказали уже в отношении представителей власти и действующих депутатов. Шесть уголовных дел в настоящее время возбуждено по таким фактам. По статье 366 Уголовного кодекса Республики Беларусь, которая предусматривает уголовную ответственность за насилие, либо угрозу применения насилия, за угрозу повреждения имуществом в отношении должностного лица, либо члена его семьи, в связи с исполнением последними служебных обязанностей, с целью воспрепятствовать этой деятельности, либо изменить характер этой деятельности, а равное измести за проделанную работу. Хочу сказать, что любое цивилизованное государство не оставляет такого рода факты безнаказанными. Александр Петрович, начался новый учебный год. Молодежь пошла в школы, кто-то пошел в вузы. Как сегодня быть, как вести работу родителям со своими детьми, чтобы избежать каких-то неприятных историй в адрес этих несовершеннолетних? Понимаете, Александр, я не психолог, но я хочу сказать, что протест, протестное отношение, протестное мнение, протестное настроение и протестное поведение – это, на мой взгляд, абсолютно нормальная, естественная часть, составляющая человеческой природы. Это абсолютно нормальная форма самовыражения или какой-то реакции на какие-то процессы, на какую-то ситуацию. Протест и градус протеста, уровень этого протеста, который зреет или имеет место быть в душе подростка, он явно, он априори всегда выше, чем у человека с определенным жизненным опытом. Потому что дети более эмоциональны, более чувствительны и восприимчивы. Именно так. Ну и вот мы приходим к тому, что в чем парадокс нашей нынешней ситуации. Все протестующие, ну и основная часть из них – это молодежь, конечно, они понимают или думают, что понимают, за что они, против чего они протестуют. Вот против чего-то плохого, как им это кажется. Но дальше, за что они протестуют, во имя чего они протестуют, с этим уже гораздо сложнее. Буквально две недели назад я слушал, ну это было не интервью, буквально минутное, минутная, скажем так, беседа с девушкой из Минска, участницей этих акций. Обаятельная, умная, интеллигентная, образованная. Она сказала фразу, которая, я думаю, что абсолютно сейчас вот она в строку ложится к нашей ситуации. Что говорит, честно говоря, мы устали. Вот я устала две недели просто ходить и хлопать, что-то скандировать. Ну, кричать вряд ли, мне кажется, что она его не крикнула. Но вот что впереди, говорит, я не вижу. Но я пребываю в глубоком убеждении, что главенствующая роль в воспитании принадлежит семье. Родители беспокоятся за детей. Ну, что тут? И в принципе этим все сказано. Так точно. Они должны беспокоиться, они обязаны беспокоиться. И обязаны думать и сами анализировать все те вещи, которые происходят сегодня в нашей жизни. Не знаю. Анализировать и должны беспокоиться не так, что вот они отправили из речицы ребенка в Гомель учиться в университете, а сами сидят на диване и где-то беспокоятся. Что это в любом случае должен быть диалог между родителями и детьми, и до детей, и до подростков, и до молодежи. Нужно доводить одно, что, собственно говоря, мы живем в правовом государстве, где верховенствует закон, и нарушать закон это неправильно, это незаконно, но это в конце концов наказуемо. Александр Петрович, я благодарю вас за конструктивный и содержательный разговор. Спасибо. Напомню, на вопросы в студии программы «Де-факто» отвечал начальник отдела по надзору за исполнением законодательства и законностью правовых актов прокуратуры Гомельской области Александр Змушко. Продолжение следует... Продолжение следует...